Привет! Ну что, инаугурация состоялась, вроде бы как радостное событие, но вот сейчас я смотрю в прямом эфире и вижу кое-что ужасное. Я вижу, как бьют студентов. Студентов, явно молодых людей, более того, не просто бьют, а это зверящее, зверящее побытя студентив. Тем же самым Беркутом, только американским. Может быть, кстати, это переодетые россияне. И они бьют этих ребят, бьют за что? За то, что те просто выражают свои мысли? Бьют за то, что те просто хотят сказать нет! Нет, мы не хотим вот этого, мы хотим вот этого, другого. Сейчас половина украинского парламента, наверное, отправилась туда, и они там уже находятся, на инаугурации. Своим хитрым, колхозным умом они думали, что они смогут постоять рядом с Трампом, может быть, словом перекинуться, может быть, Трамп их заметит. Не заметил, скорее всего, постоять им удалось километров за восемь. Нет, конечно, они размахивали своими дипломатическими паспортами, я думаю. Но паспорта им посоветовали, по всей видимости, строгие вашингтонские полицейские засунуть себе туда, где этим паспортам как раз-таки и место. Почему эти депутаты, почему украинские депутаты не выходят и не поддерживают молодежь, которая протестует сейчас? Почему они сейчас не выйдут и не раздадут им печенье, к примеру? Ребята, берите печенье от Украины с любовью в сердце, почему никто не выйдет и не скажет, ваши ребята, флаги похожи на флаги правого сектора. Вау, есть, мы с вами, почему никто не выйдет на импровизированную сцену из украинских депутатов, кто там, там же много полетели, там Борислав Береза, вот тот, всякий и прочий шлак. Вот почему не выйдут и не скажут, мы поддерживаем вас, мы на вашей стороне, к примеру. Почему, а? Ведь это же как предательство. Арсений Петрович, он же там тусит постоянно, в Штатах, почему он не выйдет и не скажет, я с гоньбою жить и не буду, а якщо куля в лоб, то куля в лоб. Или он знает, что американские полицейские шутить не будут и куля в лоб его найдет. Не знаю, что они знают, но никто из них не выходит, возможно бухают где-то в каких-нибудь барах, возможно ходят просто разинув свои грязные парламентские рты и смотрят на окружающий мир. Но никто не поддерживает этих ребят, никто не поддерживает этих студентов. Что происходит вообще в других местах? Вот я смотрю на украинских эфирах, сидит Евгений Киселев и рассказывает, да, людей маловато, конечно, да, с Обамой не сравнить, да, людей тогда было полно. Если бы раздавали еще бесплатные сосиски, так вообще бы, наверное, собралось бы просто 10 миллионов. И что с того? 8 лет прошло под знаком шоумена. И что с того? Здесь он просто не уловил, возможно Евгений просто не услышал, что Трамп сказал, время бла-бла заканчивается, начинается время действий. Трамп в своей жизни бла-блакал тоже в порядке, но много чего делал. Если говорил, то делал, говорил, делал. Смотрю в Твиттере там на российских всяких, на представителей либеральной элиты, а у них вроде бы как тоже траур. Вроде тоже траур. Посмотрите, у Трампа там галстук свернул, а еще что-то. Что такое, ребята, что случилось? А, я понял, вы боитесь, что будет написано скоро на двери, куда можно зайти, скажем так, посоветоваться, будет написано Клозет, да, а потом Клозет. Читаю эту Мирославу Гонгадзе, они все чем-то недовольны, они все такое впечатление, что сильно расстроены. Чем расстроено? Радио Свободы, к примеру, там Голос Америки, да, чем расстроены, ребят? Что случилось? Выхлопа от вас нет, денег у вас много вкладывается. Боитесь работу потерять, да? Короче, людей мало, погода плохая, в галстук сдвинулся, это плохой знак, у Саддама тоже в свое время сдвинулся. Что там еще? Какие-то соски отказались одевать Меланию Трамп, а Трамп, когда кушал, чавкал. Когда он руку показывал, там по линии судьбы было написано, что ему скоро габздец. И все так плохо, все так плохо. Вы знаете, ребята, у кого плохо, а у кого хорошо. Потому что сегодня официально президентом Соединенных Штатов Америки, да благослови Господь их дни, стал благословенный человек. Дональд Трамп, президент, который радует нормальных людей. Президент, на которого интересно смотреть, президент, которого интересно слушать. Не пафосное говно и не тупой шоумен, лети-лети. Не старая, заведенная на один лад говеная мумия. А, интереснейший человек. Дональд, мы с тобой. God bless you, Дональд. А все, кому что-то не нравится, запомните адрес, куда вам отправиться.